Всем привет! Сегодня в обзоре у нас часы Восток-Амфибия. Это Восток-Амфибия в корпусе 670. Давно хотел взять тебе эту модель и наконец нашел по хорошей цене на сайте командирские.ком. Николай мне их довольно быстро прислал. Интерес в этой модели был у меня, кроме всего прочего, в том, что тут уже с завода стоит безель из нержавеющей стали и заводная головка. И за эти деньги, за которые я их купил за 3700 рублей, по-моему, это, я считаю, отличная покупка уже с пересылкой. Давайте посмотрим на комплект поставки. У нас тут была такая вот коробка, как вы знаете, востоковская, стандартная. Такое крепление. Сейчас его здесь нету. На них часы сидели. Кроме всего прочего, у нас есть инструкция, адреса гарантийных мастерских, что, в принципе, для меня неинтересно, так как я не живу в России, но они тут есть. Я думаю, это не все гарантийные мастерские. Я думаю, их намного больше. Кроме всего прочего, есть инструкция по использованию, что является одновременной гарантией. Тут у нас написана модель механизма 241501, значит, без календаря. Внутри, как обычно, руководство по эксплуатации, указания по уходу, характеристики. Срок службы 10 лет. Ну, это, наверное, если не ухаживают, то часы, конечно, встанут. Но я думаю, если регулярно делать техническое обслуживание, репассаж раз в 4 года или 5 лет, то, думаю, все будет нормально. Вот гарантия не того. Дата продажи 27 июня 2016 года. Штамп магазина командирский.com. На обратной стороне у нас гарантийные обязательства плюс шифр модели 670-920. 22 это ширина ремешка. ОТК-17. Выпущены часы 13.03.2017 года. То есть они пролежали где-то 3,5 месяца, пока я их получил. Но я думаю, они заводились регулярно, потому что с ходом проблем никаких я не наблюдаю. Купить я хотел корпус 670, потому что мне хотелось посмотреть на новую восьмигранку. Меня это заинтересовало. Кстати, от Николая получил такой подарок. 25 рублей. Такая коллекционная монета в честь чемпионата мира по футболу в России, который будет в этом году. Приятная мелочь. Посмотрим на сами часы. Я именно хотел такое оформление. Из тех доступных, что были, мне оно понравилось. Кроме всего прочего, я очень люблю стрелки черного цвета. Тут очень хороший люм стандартный. Он светится таким цветом-зеленым цветом. В принципе, не очень красиво, но по качеству он очень хороший. Он долго светит. И в принципе, в ночи хорошо часы можно определить и стрелки, и точки. Светится очень хорошо. Приятно то, что безли уже из нержавеющей стали. Вот эта вот точка, к сожалению, не горит. Или горит, но очень слабо в темноте. Также заводная головка у нас из нержавеющей стали. Было голосование ВКонтакте в группе завода. В принципе, там проголосовали за головку со скошенными гранями. И думаю, было бы это более изящно. Но, в принципе, спасибо и на том. Потому что заводная головка очень хорошая, очень хваткая. Сделанная из нержавеющей стали. Так же, как и безель. Дизайн, в принципе, отличный. Корпус чуть-чуть помощнее, чем корпус советской восьмигранки. Он за счет ширины более массивный. В советской восьмигранке 18 мм. Тут 22 мм. Сам корпус, как видите, глянцевый. Но любой может, естественно, себе сделать его матовым подручными средствами. Шли часы на вот таком вот силиконовом ремешке, который, в принципе, довольно качественный. Толстый ремешок. Хорошие крепления. На руке он отлично сидит. Бакли подходящие под глянец корпуса. По длине ремешок тоже хороший. Часы эти уже прошли испытания на водонепроницаемость. Я в них купался. Больше недели на море. Все прошло хорошо. Понравился также цвет циферблата. То есть, кажется, он просто белый циферблат. Но на самом деле он такой, как с эмалью. Как бы эмалированный циферблат. Посмотрите внимательно. Вот если увидите блики, то понимаете, что циферблат не просто какой-то матовый, а реально красиво сделан. Видео сейчас это не передаст, но, в принципе, можно увидеть, что он довольно красивый. И на фотографиях тоже будет это видно. Я поставлю несколько фотографий в описании. Безель даже после моря крутится все еще хорошо. Его можно, конечно, сделать более легковращающимся путем пружины. Но я решил пока ничего не менять. Главное после купаний промывать безель в пресной воде, чтобы он не сострял. В принципе, нормально вращается. Незамысловатый рисунок на безель. Но мне, в принципе, очень важно, что он из нержавеющей стали. Вот так вот корпус выглядит в профиль. Обычная крышка, противоударная, антибийная крышка, хорошая. По ходу часы ходят очень точно у меня. Я, в принципе, очень доволен. Нет календаря, то есть не нужно ничего подводить. Если у вас часов много, и вы довольно часто их меняете, это очень практично. Очень непонятно мне то, что у меня появилась такая ржавчина на резьбе заводной головки. Может быть, туда попала вода. В принципе, я не понимаю, откуда она взялась. Но я думаю, при следующем сервисе будет все это промыто в ультразвуке. Я надеюсь, что это уйдет, как бы вот после купания резьба, как видите, много подржавела. Так, в принципе, никаких нареканий к часам нет. Удивилась эта масса, то есть она реально хорошая. С завода уже стоит. Я очень люблю черные стрелки. Покажу вам сейчас в сравнении корпуса советской восьмигранки и новой восьмигранки. В принципе, форма у нас похожая. Естественно, тут 18 мм, часы более изящно смотрятся на руке. Но мне нравится вот эта вот более широкая версия. Глянец, конечно, можно тоже, в принципе, убрать. Но я думаю, пока ставлю все как есть. Часы абсолютно с завода не менялись, ничего тут на них не делалось. Ход не настраивался, ход у них хороший. Я за секундами не гнался, но никаких проблем с этим нет. С хода. Вот у нас обычная амфибия в корпусе 420 для сравнения, который я уже показывал в другом обзоре. Просто, чтобы вы понимали размер часов. В принципе, не такие уж и они большие. На моем запястье 18 см они смотрятся хорошо. Не слишком массивно, не слишком мелко. Ремень, кстати, очень качественный, я считаю. Потому что есть ремни силиконовые, которые не 22 мм, а немного меньше. Они болтаются. Тут такой нет. Тут все сидит отлично. Ремень хорошо застегивается, самопроизвольно он не расстегивается. В принципе, есть еще запас. То есть, даже людям с большей рукой, думаю, хватит. Хотя запасы немного. Могли бы сделать и по длине ремень. То есть, 18 см у меня рука. Если у вас рука больше, то это уже будет довольно проблематично. Придется ремень менять. Конечно, хотелось бы такой же браслет, как на советской восьмигранке, который с корпусом образует одно целое. Я думаю, может быть, в будущем мы это еще увидим. Этот браслет я купил на сайте Мираном. Он специально заказал для 420-го корпуса. Для этих часов он заказал этот браслет. Но этот браслет также хорошо становится и на восьмигранках, как вы видите. Эти часы вы уже видели в другом обзоре. Конечно, они более плоские. Крышка плоская, так как тут механизм без ротора автоподзавода. По сегодняшним часам, в принципе, я очень доволен. Хороший ход, хорошая цена. Отличный циферблат. Хороший люм. Равномерно ходит секундная стрелка. Ну и по цене, конечно, я думаю, нет равных часам востока амфибия. На море прошли они все испытания без нареканий. Воду держат. В принципе, даже под вечер можно под рубашкой ходить. Ну, конечно, в комплекте с властами. Но, на самом деле, я их носил с удовольствием. Весь отпуск. Нырял в них. Никаких проблем не было. Подлучения не такие уж и массивные. На руке они хорошо лежат за счет более загнутых ушек. В принципе, я очень доволен. Часы я рекомендую к покупке. В принципе, есть разные циферблаты. Разное оформление. Сейчас уже появился корпус 650. В общем, часы абсолютно рекомендую к покупке. Надеюсь, что завод нас будет дальше радовать приятными часами, новинками. Я, конечно, хочу купить себе корпус 150, но я решил вместо обычной амфибии взять спецсерию, которая скоро выйдет через форум Watch Your Seek. Когда они у меня появятся, естественно, я вам покажу. А на сегодня у нас все. Всем хорошего дня и до следующего видео. Прошу прощения за долгое отсутствие видео, но я наконец-то смог снять. Надеюсь, теперь почаще буду видео выкладывать. Пока.